Дмитрий Георгиевич, сейчас непростая ситуация у нас, в том числе в Слонимском районе, по поводу заболеваемости COVID-19. Да, действительно, мы сейчас наблюдаем очередной подъем заболеваемости инфекцией COVID-19 среди населения Слонимского района. Регистрируется достаточно большое количество тяжелых случаев. Надо сказать, что, к сожалению, инфекция, если можно так выразиться, помолодела, то есть болеют люди более молодого возраста, и среди них тоже бывают тяжелые формы. Поэтому всем нашим жителям, всем слонимчанам и гостям Слонимщины необходимо продолжать соблюдать все доступные меры профилактики. Прежде всего, я рекомендую всем вакцинироваться, кто это еще не сделал, не надо бояться этого. Это действительно надежный и уверенный способ защитить себя, обезопасить себя и своих близких от инфекции. Ну и кроме того, стоит продолжать соблюдать меры неспецифической профилактики, такие как соблюдение масочного режима в общественных местах, поддержание социальной дистанции между другими людьми, гигиена рук, гигиена помещений, адекватный воздухообмен в помещениях, ну и все те меры профилактики, которые мы с вами соблюдали и до этого. На сегодняшний день все уже знают, что вышло 105-е постановление Министерства здравоохранения по соблюдению масочного режима. То есть все физические лица при посещении мест общего пользования на сегодняшний день обязаны использовать маски. Поэтому такая норма установлена и убедительная просьба всех этой нормы придерживаться. Дмитрий Георгиевич, есть ли перечень заболеваний, при которых не рекомендуется делать перевиску от ковидов? Ну, жесткого перечня заболеваний такого нет. На сегодняшний день вакцинироваться противопоказано людям, у которых была зафиксирована ранее гиперчувствительность к компонентам вакцины, у которых были когда-либо в жизни тяжелоаллергические реакции, такие как тяжелый отек в инке, либо анафилактический шок. Вакцинироваться, ну, не то что противопоказано, будет отложена вакцинация у лиц, у которых на сегодняшний день на момент вакцинации имеется остроинфекционное, либо неинфекционное заболевание, либо обострение хронического. Тогда вакцинация откладывается на 2-4 недели после выздоровления, либо после ремиссии хронического заболевания. Ну, и пока мы не вакцинируем лиц моложе 18 лет, то есть детей. Что касается беременных, то на сегодняшний день им разрешено вакцинироваться, то есть Минздрав принял такое решение. Есть уже достаточное количество информации, которая говорит о том, что беременным вакцинироваться можно и даже нужно, поскольку все-таки беременность, особенно второй, третий триместр, это снова-таки риски тяжелого течения инфекции. И самое главное, что это риски не только для матери, но и для будущего ребенка. А тем, кто планирует вакцинироваться от COVID-19, стоит ли им прививаться от гриппа? Значит, те, которые планируют вакцинироваться от гриппа и планируют вакцинироваться от инфекции COVID-19, значит, порядок такой, что сначала необходимо сделать вакцину от COVID-19, поскольку у нас сейчас идет эпидемия, это прежде всего надо бороться с эпидемией. Ну, а затем, после полного курса вакцинации против COVID-19, через 2 недели можно сделать прививку против гриппа. Теоретически можно привиться и сразу, и против COVID-19, и против гриппа. Единственное, только что тогда необходимо давать информированное согласие пациента. То есть, пациенту будет разъяснены медицинским работникам все возможные последствия, которые могут быть, и он дает свое письменное согласие. Люди еще интересуются, при уборке подъездов в наше время какие-то дополнительные средства используются? Уборка подъездов производится в соответствии с графиками, с использованием моющих и дезинфицирующих средств. На сегодняшний день я не вижу необходимости как-то учащать эти уборки, поскольку из практики мы видим, что не было зафиксировано передача коронавирусной инфекции, условно так говорят, через подъезд. То есть, любой здравомыслящий гражданин при возвращении домой с улицы, по возвращению домой должен помыть руки, и тем самым он уже большой вклад внесет в профилактику себя против коронавирусной инфекции. Да, желательно, конечно, не дотрагиваться до поручней на лестничной клетке. Тем, кто может не дотрагиваться, ну, а в целом, да, надо просто помыть руки, и все будет нормально. Поэтому, исходя из практики, я не вижу такой уже необходимости учащать как-то уборку подъездов. Тем более, все они у нас содержатся в достаточно неплохом санитарном состоянии. Все подъезды чистые, мы это постоянно мониторим, постоянно это у нас на контроле. На Ваш взгляд, какие самые главные, основные правила сейчас для человека, чтобы обезопасить себя от этой болезни? Самое главное – это сделать вакцинацию. Это не мое мнение, это мнение мирового сообщества, сообщества медицинских работников, то есть это и мнение ВОЗ, всех ведущих специалистов. Поскольку вакцинация является единственной эффективной и надежной защитой. Ну, и соблюдать остальные меры профилактики, о которых мы уже сегодня поговорили, то есть это и масочный режим, социальная дистанция, гигиена рук, гигиена помещения, адекватный воздухообмен. Несмотря на то, что у нас сейчас холодает, не забывайте проветривать помещение. Если человек боится сквозняков, может просто на время выйти из комнаты и хотя бы там раз в 2 часа, раз в 3 часа на 5-10 минут устроить сквозное проветривание. У меня, по крайней мере, в кабинете почти всегда окно открыто в режиме проветривания. За всю эту пандемию ни разу я не заболел коронавирусом, и я, кстати, вакцинирован.